Человек, севший за руль в пьяном виде, убийца. А управление авто в состоянии алкогольного опьянения – самое настоящее преступление. Временно исполняющий обязанности начальник областного управления ГИБДД Дмитрий Костерин собрал журналистов для того, чтобы рассказать о страшном ДТП, которое на днях произошло в Кохме. В результате столкновения погиб 18-летний скутерист. Было проведено медицинское свидетельство данного водителя. У водителя установлено 0,73 промилле алкоголя в крови. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Первоначально водитель отказывался от того, что он управлял транспортным средством. Но в результате приведенных доказательств вина управления транспортным средством в момент ДПМ была признана. Теперь по совокупности преступлений водителю грозит лишение права управлять автомобилем на три года. Ужесточать меры наказания для подвыпивших автолюбителей надо. В этом солидарны все. Только в Ивановской области проживает 163 автолюбителя, которые неоднократно садились за руль в пьяном виде. Есть среди них один горе-рекордсмен, лишившийся права управлять транспортным средством на 16 лет. Мы почему-то ждем, когда у нас совершатся резонансные ДТП, которые произошли в Москве, и начинаем думать, а почему мы не ужесточаем законодательство, да? Ну почему никто не думал, почему нужно было ждать этих семерых погибших, да, чтобы ужесточить законодательство и быстро направить предложение в соответствующие структуры. На сегодняшний момент принято окончательное решение, что в течение этой недели будут приготовлены предложения по ужесточению законодательства. Другого пути на сегодняшний момент нет. Сотрудники ГИБДД говорят о том, что одними только карательными мерами ситуацию не исправить. Нужно пресекать преступление и сообщать о подвыпивших водителях в дежурную часть. На такие сигналы инспекторы будут реагировать в первую очередь. Интернет пестрит. Вот мой друг поехал, значит, в нетрезвом состоянии. Почему никто не предотвращает? Почему это считается ту качественным в сегодняшний момент? Ну, наверное, проще предотвратить. Наверное, лучше так будет, когда, извините, погибнут 7-8 там или сколько человек. Почему нужно ждать? Об этом никто, к сожалению, не задумывается. Вот наша головная боль, вот наша головная проблема. Одними силами сотрудников ГИБДД это не исправить. Помогать инспекторам в борьбе с нарушителем в скором времени начнут видеофиксаторы. В городе они установлены в 8 точках. Видеокамеры из тестового режима, в котором они работают сейчас, будут перейдены на основной. В настоящее время решен главный вопрос – финансовый. За чей счет будет осуществляться почтовая рассылка уведомлений о нарушении ПДД? А значит, уже совсем скоро лихачам придется раскошелиться за любовь скорости.